Энергетики рассказали о проводимых ремонтных работах на Павлодарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Эти меры позволят обеспечить качественное прохождение отопительного сезона. Подробнее о реализации инвестиционной программы Павлодар Энерго в следующем материале. В рамках инвестиционной программы на 2024 год на выполнение основных работ утверждено 1 миллиард 818 миллионов тенге. Основные мероприятия у нас это реконструкция золотвала второй очереди для ТЭЦ-2 и два осветлителя. То есть завершение работ по реконструкции осветлителя номер один на Павлодарской ТЭЦ-3 и начало реконструкции, закуп основных материалов для реконструкции осветлителя номер два в Павлодарской ТЭЦ-3. Кроме того, в рамках программы тариф в обмен на инвестицию Павлодар Энерго планирует заменить кубы воздухоподогревателей на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это необходимо для снижения залового износа, восстановления эксплуатационного срока воздухоподогревателей и повышения КПД котлов. Для обеспечения нагрузок города и потребителей промзоны максимальный режим работы станции в пиковый период – это декабрь, январь месяц. В работе на станции ТЭЦ-3 находятся пять котлоагрегатов, один из них находится в переходящем резерве и то же самое по ТЭЦ-2. При наличии пяти котлоагрегатов четыре находятся в работе и один котлоагрегат находится в переходящем режиме. Между тем на ТЭЦ-3 завершается реконструкция газоходов котлоагрегатов для перевода на новую дымовую трубу номер два. Полвека станция работала с одной дымовой трубой. Дымовую трубу номер один в следующем году ожидает ремонт. При этом производство и подача электрической и тепловой энергии будут сохранены. Энергетики также прокомментировали ход отопительного сезона в нынешнем году. Как известно, он стартовал раньше обычного. Ранее начало отопительного сезона, которое было объявлено в городе Павлодар, то есть позволяет плавно подключить все объекты постепенно. То есть идет сначала подключение соцкульпт-быта, так называемые, это садики, больницы, школы, потом объекты спорта, образования. И затем уже многожилищный фонд, многоквартирный фонд и частный сектор. То есть плавное подключение позволяет заполнить систему, поэтапно подключить все объекты и избежать скачков гидравлического режима, который наблюдается при резком похолодании. Это, в свою очередь, не только позволяет сохранять комфортную температуру в жилых помещениях, но влияет и на гидравлический режим, предупреждая рост аварий и образование свящей на магистралях.